Всем привет! С вами Анжелика Ванштейн. Сегодня у меня в гостях супергость. Это первый бриллиант в Крыму, Ирина Городова. Ирочка, здравствуй! Привет, 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 Анжелочка! Очень рада тебя слышать. Взаимно, взаимно. Ира, расскажи, пожалуйста, вот ты добилась таких классных высот, ты вот такой человек открытый. Поделись, пожалуйста, вот с чего нужно начинать, как с людьми, вот где брать людей. Это вот очень насущный вопрос у многих людей. Где брать людей для своего бизнеса? Да, действительно, спасибо, Анжел, за вопрос. Конечно, отвечу. Дело в том, что задают многие вопросы, где ты берешь людей. Я уже дошла до такого, ну скажем, уровня, что люди уже сами спрашивают, где ты работаешь и идут с тобой. Потому что первое, что надо усвоить для каждого человека, что сетевой бизнес, это бизнес выстроенных отношений. Правильно выстроенных между людьми отношений. Мне просто повезло очень в жизни, и у меня был очень сильный спонсор, который, в общем-то, всему меня научила. И я задавала ей такой вопрос. Говорю, Лариса, а как ты ищешь компанию, как ты ищешь людей? И она мне сказала, я никого не ищу уже, ищут меня и спрашивают, где ты. И я этого тогда не понимала. Это было лет 7 или 8 назад. Сегодня я ее понимаю. Почему? Но как выстраиваться отношения вообще, как выстраивать отношения, как строить бизнес, как с чего начинать новичку, у кого нет статуса, тот, который не знает работать. И самое огромное для, считаю, это мое субъективное, может быть, мнение, что люди ищут людей в соцсетях. То есть они думают, что они сейчас делают правильный пост, правильный этот, и прямо к ним начнет сыпаться. К ним люди и скажут прямо, я хочу подписаться под тебя. Сейчас нужно просто включиться и понять, что идут всегда к сильному человеку. То есть к тому человеку, который может вести за руку, у которого есть какие-то результаты. А где же взять результаты? Поэтому всем новичкам я абсолютно рекомендую начинать с горячего круга и не бояться отказов, и не бояться говорить. Но своих близких людей нужно предупредить о том, чем ты решил заниматься. И если ты решил заниматься, нужно поставить эту цель для себя. Я всегда показываю ворота футбольные, рисую поле и говорю, вот смотрите, поле, игроки, все расчерчено, и вот двое ворот. В одной стороне поле и в другой. Если мы убираем ворота, смысл игры вообще не существует. То есть нет цели у человека. Нужно просто спросить у человека, реально, тебе нужны деньги? Это самый простой вопрос. И у тебя есть цель. То есть деньги, да, все говорят нужны, ни один человек не отвечает, нет, мне не нужен. Но ты спрашиваешь, а цель, для чего конкретно на самом деле деньги не нужны? Нужен дом, нужна машина, нужна квартира, нужно платить, может быть, кому-то и кредиты, и долги. Хотя на долги, как я замечаю, плохо работает на цель, когда ты поставил цель, просто купить себе дом или квартиру. Вот это работает. Поэтому нужно поставить в первую очередь свой горячий круг и теплый, чтобы они понимали, чем ты занимаешься. И первое, что нужно сделать, это изучить бизнес от и до. Ты не имеешь права как лидер, если ты хочешь стать лидером. Сказать, я не знаю. Я не знаю. То есть ответ нет и не знаю тебя не делает лидером. Ты должен отвечать на все абсолютно вопросы. Или в крайнем случае, я знаю на этот ответ, но, может быть, сомневаюсь. Я сейчас спрошу у своего спонсора. И ты спрашиваешь у того человека, который может это ответить. Но так, ой, я не знаю. Это все, это просто убивает ваш бизнес. Первое, это изучить. Три дня я сидела день и ночь 20 часов в сутки, изучала маркетинг, изучала продукт. Я об этом не говорю ежедневно. Но я могу по маркетингу, по продукту ответить на любой вопрос. Это первое. Второе, когда вы собираете своих близких людей и теплые контакты, вот теплым контактам, тоже надо говорить про правду, честно, тем, чем ты собираешься заниматься. Например, ты говоришь, Маш, я решила заниматься сетевым маркетингом. Она скажет, ой, ты чего, это лохотрон. Надо поговорить минут 15. Да, это сетевой. Скажи, а есть где-то возможность лучше? То есть здесь нужно поговорить о том, Маш, я, неважно, как ты к этому относишься, но я знаю очень много людей сетевиков, которые заработали квартиры, машины за один год, купили четырехкомнатный квартир. То есть показать надо человеку, что люди добиваются здесь целей. И я хочу, я тебе говорю об этом, потому что ты мой самый близкий друг или моя подруга. И я тебе говорю, чтобы потом, когда я заработаю, а я заработаю, потому что я поставила себе цель. Чтобы ты не говорила, почему ты решила за меня и почему ты мне не сказала. Я тебя предупредила. И она вам скажет обязательно, ну, ну давай, я за тобой посмотрю. И когда вы всех своих людей переберете, обязательно с вами кто-то пойдет. И четыре человека в своем кругу абсолютно можно найти. Как правильно сказать, как правильно пригласить. Для этого есть спонсор, который вам поможет с вашим списком контактов. Как сделать список контактов. Как разговаривать с каждым из кандидатов. Это тоже вам поможет ваш спонсор. Потому что в бизнесе очень важно это спонсор. Если у вас есть цель, если у вас желание, если у вас есть обучение, если у вас есть спонсор, здесь столько нужно слушать и делать. И если вы будете делать ровно так, как вам говорит ваш спонсор, вы обязательно добьетесь успеха, если у вас есть это желание. В общем-то, вот так. Поэтому абсолютно никаких преград я в этом не вижу. Ну, думаю, так ответила на этот вопрос Анжела. Здорово, отлично. Ира, скажи, пожалуйста, я знаю, что ты уже как бы добилась, да, вот, что ты бриллиант. И вот именно по маркетингу ты, я знаю, что очень много проводишь на земле презентаций. Как вообще вот ты планируешь эти презентации или вот, ну, вот вообще расскажи всю полностью именно с кем связываешься, как вот, как все это проходит, организацию, если можно. Все, я поняла. Ну, было так, что я, вот честно говорю, для меня лучше всех работают мои ролики в ютубе. И таким образом там всегда есть контактные данные в моей линии там людей. Вот подписывается человек, как я пишу, как, если вы живете в этом регионе, обязательно пишите. Вот я пишу Beepik в Крыму. И человек, который ищет Beepik именно в Крыму, он нарвется на мой ролик, потому что больше этого, кроме меня, никто не делает. И, кстати, это большой плюс, что у вас возможность в вашем регионе делать это, потому что в вашем регионе именно вы. И человек, который будет искать, он будет искать именно ваш регион. Поэтому под всеми своими роликами пишите Beepik в и в вашем регионе, неважно где это, в Казахстане, в России, в Украине, там еще где-то. То есть обязательно человек, ищущий, будет искать именно вас и найдет ваши ролики. Чем больше роликов у вас будет, тем больше у вас возможностей успеха. Вот таким образом ко мне подписалась одна женщина вообще фактически в сети. ТВ, ну в сети как, никогда нигде ничего не добивалась, никаких успехов. Она позвонила мне и сказала, я хочу, мне очень понравился ролик, мне понравились вы, я хочу подписаться, как мне это сделать. Я говорю, где вы живете? Она говорит, в Севастополе. Я говорю, вы сколько можете мне собрать человека? Она говорит, ну я не знаю, человек 5-7. Я говорю, я приеду. Когда вам удобно? И буквально она говорит, ну то есть это, допустим, был вторник, я говорю, на выходные я могу приехать. И мы назначаем встречу на 2 часа в Севастополе. Я приехала, было 5-7 человек. 5-7, по-моему, было человек. То есть я им рассказала, я приехала с компьютера, я им рассказала о бизнесе, я им показала. И у меня там были капсулы, я им подарила даже. Вот. И уже они начали работать, люди увидели, что я с ними работаю. И все. И тут уже я сказала, Гала, хочешь быть бриллиантом? Хочешь добиться? Да. Ты должна мне собирать людей в Скайпе, делать тройные разговоры. И каждую субботу я буду приезжать. И каждую субботу я приезжала в Севастополь. Я снимала зал, естественно, за свои деньги, но это находили люди. И туда приглашали. На первой презентации у меня было, на второй, вернее, уже в зале, когда я сняла, всего 12 человек. Потом было уже 20 человек, потом 25. И теперь уже по 50, по 60 человек у меня собираются там в залы. И, естественно, после каждой презентации это новые подписки. Все очень просто. Начинать всегда надо в кафешке, в домашних вот этих вот кружочках, без всяких чаев, застолий. Можно чай попить, но чтобы не было обжираловок, салатов, чтобы люди не приходили к вам пожирать. Это честный деловой разговор. То есть люди, которые хотят бизнес, надо говорить, собери мне 5 человек. Дело в том, что есть закон. В своей стране пророков нет. Когда приезжает другой человек, он срабатывает больше. Поэтому, когда вы собираете своих людей, и они приглашают, не тот человек даёт информацию, а ты даёшь уже информацию. Это работает намного лучше. Это называется эффект третьего лица. Это обалденно работает. Это лучше всего. Тройные разговоры в скайпе работают лучше всего. Ролики в ютубе работают лучше всего. И наземные презентации лучше всего. Потому что человек видит твою поддержку, что ты рядом, что ты всегда поможешь, что ты будешь вести за руку, что ты приедешь в любой момент. Поэтому люди идут, естественно, за сильными людьми. Что нужно сделать? Стать сильным человеком. Учиться, 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 набираться опыта и задавать вопросы вышестоящему спонсору, который тебе, в общем-то, поможет. Ну, в нашей школе-то это не проблема. У нас не догонишь у тебя великолепный спонсор Таль Шахар. И он тебе ответит всегда на все вопросы, конечно. Видишь, он помогает работать абсолютно, всем ведет за руку. Даже самых неопытных людей, самых тех, которые вообще не знают, как работать. Начинающих, в общем-то, как говорят, кладет кашку с ложки прямо в рот. Стоит только проглотить. Даже жевать не надо. Вот так поэтому все возможно, все легко, Анжел. Все понятно. Ирочка, так здорово вообще. Ты знаешь, тебя слушать очень приятно. Это как бы, конечно, у тебя опыт, ничего, как говорится, это никуда не деть. Но все равно ты вот рассказываешь, да, вот у меня мама мимо проходила, да, вот одним ухом. Она говорит, дочь, а ты знаешь, говорит, ну как приятно Иру слушать. Она вот на понятном языке рассказывает. Прямо благодарность тебе большая, конечно, за то, что ты мне уделила это время, за то, что дала интервью. Очень много людей будут смотреть данное видео. И, пожалуйста, твои какие-то пожелания, может быть, людям, которые, может быть, есть очень много людей, которые вроде бы и хочу, и не знаю как. Вот что бы ты хотела пожелать людям вообще, все, кто будут смотреть, слушать это видео? Во-первых, даю одну фишку. Когда я делала свою первую презентацию, это было страшно. Говорить и слушать это было невозможно. Мне было страшно от того, что я говорю. У меня было огромное количество слов-паразитов. У меня были какие-то слова, которые вообще нельзя было применять в разговоре. Но этот опыт набирается. И для того, чтобы этот опыт был, как моя спонсор говорила, ставьте подушки на диван и давайте подушкам свою презентацию. Пишите свои презентации. Тогда, когда я начинала, у нас еще не было такой возможности диктофонов, скайпов. Нет, скайпы уже были, но не было той возможности. Не работали мы еще так. У нас больше наземный. Сегодня такие технологии, что вы можете себя записывать на диктофоны. И поэтому на диктофоне вы видите, как вы говорите. И подумайте, когда вы записали, и прослушайте. А вы сами под себя бы подписались. То есть вот это вырабатывать сейчас очень легко. То есть стерли запись, опять себя записали. Маленькую презентацию. Смотрите, какие у вас слова-паразиты. Потому что со стороны. Дайте своим близким людям, той же маме, тому же другу, знакомому, подруге. Не той подруге, которая скажет, ой, все замечательно, хорошо, лишь бы отвязался. Нет, это ваш бизнес. Сами себя оценивайте. Самый лучший критик – это вы сами. И когда вы начнете сами себя слушать, и вам будет приятно, вот тогда это действительно искусство ораторства. Для этого есть обалденный такой у нас Радислав Гандапас. Это бизнес, у него есть обалденная книга «Камасутра для оратора». Почитайте, ведь он тоже рассказывал, как он делал первые презентации. Для начинающих, для тех, кто хочет. Не попробовав, вы никогда не узнаете, в какого вкуса плод. Поэтому, если вы хотите реально реализоваться, я говорю всегда, ну не получится, и что? Но попробовать-то нужно. Вы знаете, а вдруг получится? Ведь кто-то, когда меня приглашал в этот бизнес, абсолютно на меня не делал никаких ставок. И кто знал, что я выйду и стану вот так развивать свой бизнес, что я объезжу полмира, что я стану, в общем-то, успешным сетевиком. Это же тоже очень-очень такое непредсказуемое. То есть никто не может дать гарантию, что у тебя получится или не получится. Но в любом случае, если человек хочет, у него получится абсолютно все. Только желание человека начинать обязательно с себя. Учиться говорить, учиться общаться. И самое главное, любить людей, продукт, бизнес. Если ты не любишь продукт, если ты не любишь бизнес, если ты не любишь людей, сюда не надо идти. Если ты любишь продукт, если ты любишь бизнес, если ты любишь людей, если ты любишь просто общаться, разговаривать, потому что здесь нельзя только, как сказать, просто делать деньги. Это бизнес-отношения, то, что опять я повторю. Ну, вот так вот. Все понятно. Ирочка, благодарю. Я поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы у тебя все было хорошо. Всех дальнейших тебе, я не знаю, вырастить под собой очень много бриллиантов, дать людям добро, счастье, вот это здоровье, которое мы несем. Всех-всех благ тебе. Я очень благодарна, что ты уделила время в своем загруженном графике. И будем, конечно, общаться. Благодарю тебя еще раз. Все, всем удачи. Все, пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...